Ну что ж, сложный матч получился. Ну, оцените несколько слов. Ну, они реально, я думаю, первый тайм играли хорошо, чем у нас. На втором мы играли получше. У нас в моменты 3-4 момента, но у нас проблема перейдет. Савиль Бойц, хорошо играли. Еременко Двора, с техними ударами, лавара. Да, на второй гол, понятно, Ростову еще повезло, там отскок был. После перерыва вышли, прям такое ощущение, что Сочи вновь ожил, вышли, как будто бы они играли первый тайм. Что было, какие обсуждения в перерыве? Ну, мы развались, ну, тренер, конечно, ругался, развались сильные, каждый игроков с нами. И потом менялись позиции с игры, я был вперед, остался на второй тайм сами. Мы менялись в такое место, я думаю, мы получше, но одинаковая переграда. Поэтому надо посмотреть следующие игры, и начало игры так, как сегодня второй тайм, надо играть на первый. Ну, вот вы три года назад еще играли в Ростове, да, понятно, уже с другими клубами приезжали. Вот, сейчас на Ростов-арене 33 тысячи человек, вот, узнаете этот город, узнаете Ростов, так скажем? Ну, конечно, конечно, очень приятно обратно здесь, такой стадион, такая атмосфера. Я всегда вспомню самое хорошее здесь в такое время, в Чемпионс-лиге, все. Поэтому могу сказать, самое хорошее для Ростова было. Не всегда, наверное, поддержка, каждые игры такой, потому что я не сочувствую. Ну, и понятно, у вас все мысли о Сочи сейчас, но вот скажите, Ростов, да, в прошлом туре Зениту проиграл, но как вы думаете, Ростов будет в чемпионской гонке до конца или нет, по вашему мнению? Ну, я думаю, да, они хорошие команды есть, хорошие футболисты, хороший тренер, хороший состав. Поэтому они будут сочувствовать, но игры не решают ничего, поэтому они должны смотреть дальше, карты, концы, они играют. Спасибо большое, успехов, спасибо.